За предоставленное на тест устройство благодарим магазин iRay. Всем привет! Предыдущее видео на нашем канале было посвящено iPhone XS Max и моему ощущению от этого смартфона, тому, как я попользовался им какое-то время и какое впечатление о нем я сложил для себя. Самые внимательные из тех, кто смотрел это видео, возможно, заметили у меня на руке вот такую непонятную вещь в странном, шероховатом, я бы даже сказал, бархатном чехольчике. Естественно, это Apple Watch. Это Apple Watch Series 4. И что за чехольчик и что из себя представляете эти часы, я сейчас расскажу. Этот чехол надевается на часы, даже если к ним уже пристегнут ремешок. Для того, чтобы его снять, надо его просто потянуть в сторону, и он снимется даже при наличии ремешка на этих часах. Он удобен в всех случаях, когда вы хотите их транспортировать, когда вы хотите просто снять часы, бросить куда-то в сумку и при этом не поцарапать их. На самом деле за это Apple большое спасибо. И этот чехол закрывает корпус часов полностью. Продаются они, кстати, в нем же. В коробке они изначально лежат в этом чехольчике. И вообще способ продажи часов и способ упаковки их в новую коробку изменился. Кто-то же ведь сидит, придумывает дизайн этих коробок и даже получает за это немалые деньги. Отмечу, что теперь часы продаются вот в этом чехле и лежат в той коробке без ремешка. Ремешок лежит отдельно в своей коробке. Сделано немного странно. Зачем плодить столько коробок? Это даже чем-то напоминает набор Flymo Combo для DJI. Когда у тебя есть отдельно DJI Mavic вот в этой коробке красивой. Отдельно куча маленьких коробок в какой-то неприметной коробке. В общем, короче, коробка в коробке. Комбо получилось со стороны Apple. Мне это не очень нравится и мне нравилось то, как они продавались раньше. Но сейчас все так. Но вот за эту штуку Apple спасибо. Что касается внешнего вида и вообще корпуса этих часов, то нельзя не отметить, что от предыдущего поколения они отличаются не очень сильно. Да, они стали более скругленными, но реально вот когда на них смотришь, особенно на чьей-то руке, это не прям уж так и заметно. Они красивые, но все равно это примерно то же самое. Особенно если выбирать цвет Space Gray, который достался нам. А вот сзади они выглядят действительно круто. Задняя часть очень интересная, очень такая она какая-то технологичная что ли. Здесь есть керамика, здесь есть различные датчики. И все это выглядит действительно по-другому. Поэтому если сравнивать их с задней частью, то они очень сильно отличаются. Но еще раз скажу, что выглядят эти часы сзади реально очень круто. Ремешки, кстати, подходят и от предыдущего поколения, хотя кнопка, на которую надо нажать, чтобы снять здесь ремешок, она уже, чем раньше. Но ремешки абсолютно одинаковые, никаких проблем с этим не будет. Я думаю, что это логично, потому что если бы Apple запустила новые ремешки и надо было бы покупать их отдельно, то пользователи просто не стали бы обновляться, потому что, конечно, кто-то покупает ремешки на Алиэкспресс по 100 рублей. Но многие покупают и оригинальные эпловские ремешки и накопили их на сумму, превышающую стоимость самих Apple Watch. Именно поэтому Apple сделала все возможное, чтобы сохранить старую форму ремешков и креплений для них. Как обычно, при подключении часов к телефону никаких проблем не будет. Здесь все та же самая магия Apple. Когда ты их достаешь из коробки, включаешь, к ним надо просто поднести телефон и дальше следовать инструкции. Активируются они очень быстро, в отличие от первых поколений, которые сактивировались очень долго. Здесь все происходит практически моментально. Когда они уже готовы к использованию, первое, что ты видишь, это новый циферблат. Ты смотришь на него и думаешь, что он какой-то, как минимум, очень яркий. Это потом начинает немного даже надоедать и хочется его поменять, но на этом экране это смотрится действительно круто. Напомню, часы стали больше. Теперь вместо 42 есть 44 миллиметра, а вместо 38 – 40 миллиметров. У нас версия на 44 миллиметра. И когда ты ее включаешь, и у тебя появляются цифры, которые надо ввести для того, чтобы разблокировать, блокировать, они выглядят просто огромными, если смотреть на первое, второе, третье поколение. Это действительно вызывает ощущение того, что экран вырос. И вот в этот момент ты это осознаешь. Понять, как работают все новые функции, пока до конца не получилось, потому что, например, ЭКГ, она вообще будет только работать в Штатах, в других странах она работать не будет, но даже в Штатах она пока не работает. Как работает функция с падением? Мы пробовали это изобразить, имитировали падение, но у нас тоже ничего не получилось. Они вообще никаких признаков жизни не подавали и даже не фиксировали то, что мы упали. Мы это делали несколько раз, и у нас ничего не получилось. Поэтому пока функции этой не зачет. Хотя в перспективе она очень интересная и хорошая. Что касается щелкающего колеса, то щелчки, на мой взгляд, немного странные. Когда ты крутишь это колесо, да, щелчки есть, но это скорее щелчки от Taptic Engine, которые встроены в часы и вибрируют весь корпус. То есть нет ощущения, что ты крутишь именно механическую коронку, которая издает эти звуки. Такого нет. Просто вибрирует весь корпус. И что мне не понравилось, хотя некоторые у нас в студии сказали, что это логично, когда ты долистываешь до конца меню, они перестают издаваться. То есть нет щелчков. Ты крутишь колесо, пока есть меню, щелчки есть. Дошел до конца, продолжаешь его крутить, все, щелчков нету. Ну какая тут механика, какая тут имитация механики, ничего такого нету. Это просто отображение информации в меню. Тактильные ощущения. Сказать чего-то конкретного и однозначного про влагозащиту этих часов и про водные упражнения с ними я пока не могу, потому что я в них пока не успел поплавать. Пользуюсь ями очень недавно и пока просто ну не успел. Сделаю обязательно, посмотрю, как это будет выглядеть. Но тем не менее я попадал с ними под сильные дожди, я это уже рассказывал, когда говорил об iPhone XS Max. С другой стороны, в такие же условия я попадал и с самыми первыми Apple Watch, которые даже не Series 1. Самая та первая модель, которую я купил еще практически на старте продаж. С ними тоже не было проблем и даже у них был нормальный уровень защиты от дождя. Естественно, говорить о том, что здесь он хуже, вообще никак не приходится. Если говорить об автономности, то когда я их первый день надел на руку, я ими просто ну не особо пользовался, мне некогда было. Я их носил просто на руке и уже потом начал их изучать. И вот мне их хватило все равно на те же самые полтора дня, что тех самых первых часов, которым уже несколько лет. Это приятно, потому что они работают как минимум не меньше, но если включать GPS, включать сотовую сеть, включать все эти датчики, то, конечно, они уже не смогут обеспечить такого уровня автономности и будут садиться значительно быстрее. Но еще раз напомню, в обычных условиях полтора-два дня мне их хватает. 12 сентября на презентации Apple очень много говорила о новых циферплатах для этих часов. Они действительно есть, и если о том, который в самом начале появляется, я уже говорил, и сказал, что, на мой взгляд, он ярковат и начинает даже немного рябить, и потом, конечно, к нему, может быть, и привыкнешь, но я не смог привыкнуть, и я захотел его поменять. А вот поговорить о тех циферплатах, которые Apple сделала живыми, действительно стоит. Они смотрятся интересно и красиво. Например, то же самое задымление. Вот оно мне понравилось. Оно мягкое, оно яркое, но в этом случае появляется небольшая проблема. Когда этот циферблат отображается на экране, когда идет дым, то ты видишь рамки, потому что они черные, а изображение цветное. А вот если у тебя стоит какой-то черный циферблат, допустим, аналоговый или просто цифры, то картинка сливается из-за того, что это OLED-экран, он очень черный, и он очень хорошо сливается с боковыми гранями, его поэтому не видно. Но чем-то приходится жертвовать. Именно поэтому вы сами выбираете, какой циферблат вам использовать. Какое-то время я попользовался этим дымом, но потом перешел на классику. Не знаю, я никогда не пользовался на часах какими-то фотообоями и тому подобным. Я просто выбирал классику или цифры. В итоге это видео можно назвать опытом использования этих часов, потому что хоть он и небольшой, но он есть. Я поделился тем, что меня больше всего от них заинтересовало, и тем, что привлекло мое внимание. Конечно, жалко, что не удалось попользоваться сотовой сетью, потому что это та самая версия, которая поддерживает LTE, но, к сожалению, у нас в стране не поддерживаются электронные сим-карты, и попользоваться этим не получилось. Но вот этот чехольчик меня прям определенно радует. Их можно убрать в этот чехольчик, сложить и спокойно положить в карман или в сумку. Никаких проблем с этим не будет. Поэтому я продолжаю им пользоваться, смотрю, что это за часы, изучаю их. Если будет что рассказать, как обычно, я обязательно об этом расскажу. Ну и плюс на нашем сайте вы можете это прочитать, в том числе и мои новости об этих часах. На сегодня все. С вами был Артем и AppleInsider.ru. До новых встреч, скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok